Здравствуйте, друзья! Меня зовут Сергей, и сегодня мы с вами разберём типы условных предложений в английском языке. Что такое условные предложения? Условное предложение состоит из двух частей. Это условия, если происходит А, и следствие, то происходит Б. Приведу такой пример на русском языке. Если бы у меня были апельсины, я бы с тобой поделился. Если бы у меня были апельсины, это условия, я бы с тобой ими поделился, это следствие. Обычно, когда рассказывают про условные предложения в английском языке, начинают сразу с типов и объясняют каждый тип отдельности. В английском четыре типа условных предложений. Они нумеруются немножко странновато, не первый, второй, третий, четвёртый, а нулевой, первый, второй, третий. Немножко позже объясню, почему такая нумерация. Так вот, обычно объясняют, что, допустим, нулевой тип, у него условия выражены так, следствие выражены так, суть его вот такая. Первый тип и так далее, все четыре типа. Но я хочу сделать немножко по-другому. Я, скажем так, слегка размусолю эту тему и разберу её чуть подробнее, чем обычно её разбирают. Сначала мы разберём типы следствий, потом разберём типы условий, потом мы разберём типы условных предложений, потом мы разберём типы условных предложений более подробно с примерами, потом мы разберём, что будет, если взять одно и то же предложение и сделать его сначала одного типа, потом второго, третьего и четвёртого. Почему я хочу сначала разобрать вот эти условия и следствия? Дело в том, что, по сути, четыре типа предложений условных — это четыре варианта комбинации условия и следствия. Условия и следствия тоже бывают разных типов. То есть условные предложения состоят из запчастей, из половинок, условия плюс следствие. Поэтому мы сначала разберём детали поменьше, а потом уже то, что из них складывается. Итак, давайте разберем, какие бывают типы следствия в английском языке. Нулевой тип следствия, ну у них нумерация будет такая же, как и у типов условных предложений. Нулевой, первый, второй, третий. Нулевой тип следствия это просто-напросто предложение в Present Simple. Оно может существовать как бы вне условного предложения, так обычно и бывает. То есть это просто предложение в настоящем времени. I feel well. Я чувствую себя хорошо. Следствие первого типа это просто предложение во времени Future Simple. Оно тоже может быть просто отдельным предложением без всякого условия. I will be rich. Я буду богат. То есть это может быть вполне себе самостоятельным предложением, но можно к нему приделать и условия. Допустим, если произойдет то-то и то-то, I will be rich. Если я там в лотерею, допустим, выиграю или на работу устроюсь, я буду богат. Второй тип следствия. I would buy a house. Здесь немножко сложнее. Здесь мы используем конструкцию would плюс глагол в начальной форме. А что происходит, когда мы глагол в начальной форме добавляем would? Происходит вот что. Мы этот глагол ставим в сослагательное наклонение. То есть I will buy a house значит я куплю дом. Я прям вот точно куплю дом. I would buy a house значит я купил бы дом. То есть я предполагаю, что я купил бы дом. И вот здесь уже напрашивается какое-то условие. Я говорю I would buy a house. Я бы купил дом. И уже напрашивается вопрос, ну купил бы если бы что? Купил бы при каком условии? Замечу еще, что вот этот тип следствия I would buy a house, он относится к настоящему или будущему. То есть я рассуждаю о чем-то, что может произойти сейчас или в будущем, а не о том, что могло бы произойти в прошлом, но уже не произойдет. И следствие третьего типа I would have become rich. Здесь мы говорим уже о чем-то, что могло бы в прошедшем произойти, но не произошло. Я стал бы богат. Подразумевается, что я богат не стал, но я стал бы произойти то-то или то-то. Тоже здесь напрашивается условие. Здесь уже условие прям необходимо. Мы здесь используем такую конструкцию would have плюс глагол в третьей форме или причастие прошедшего времени. Итак, мы разобрали следствие четырех типов. Давайте теперь разберем, какими могут быть условия в условном предложении. Если следствие, особенно нулевого и первого типа, еще более-менее могут использоваться как отдельные предложения, то условия без следствия вряд ли можно использовать. Если я, например, скажу, если бы у меня был апельсин, то напрашивается вопрос, ну что бы ты с ним сделал, да? То есть если только вы не хотите достичь какого-то драматического эффекта, условия встречаются именно в условном предложении, а не как-то отдельно само по себе. Итак, нулевой тип условий мы ставим глагол в present simple. If I sleep enough, если я достаточно сплю. Имеется в виду, здесь такое классическое present simple-ское значение. Если я вообще регулярно, обычно, достаточно сплю. Напрашивается какое-нибудь следствие вроде, если я достаточно сплю, то я хорошо себя чувствую, у меня хорошее настроение, я не опаздываю на работу или что-то вроде этого. То есть мы говорим о чем-то, что когда происходит А, тогда происходит и Б. Вернее, если происходит А, то происходит и Б. Ну, тут если и когда можно взаимозаменять, можно ставить либо одно, либо другое. Это было условие нулевого типа. Теперь условие первого типа. If I get that job, если я устроюсь на эту работу, то будет то-то и то-то. Здесь мы тоже глагол ставим present simple. Но вот важный нюанс. Несмотря на то, что он стоит в настоящем времени, смысл у него здесь будущего времени. То есть представьте, что здесь речь идет о будущем. Дело в том, что в английском есть такое правило. Вот когда условная часть предложения, когда вот эта вот часть с союзом if, допустим, в условном предложении могут быть и другие союзы, но мы сейчас по классике разбираем только вот те, где союз if. Так вот, когда в условной части предложения речь идет о будущем, эта часть, она все равно стоит в настоящем времени. Для нас это немножко странновато, потому что в русском языке мы обе части ставим в будущее время свободно. Если я устроюсь на эту работу, если меня возьмут на эту работу, да, мы используем будущее время. А в английском языке мы используем present simple, но смысл там именно будущего времени. If I get that job, в данном случае, значит, если я устроюсь на эту работу. Ну и напрашивается какое-то следствие, вроде, если я на ней устроюсь, произойдет то-то и то-то. Если произойдет А, произойдет Б. Замечу еще, что когда мы говорим об условии первого типа, мы говорим о чем-то, что в принципе может произойти. Ну, по крайней мере, нам субъективно так кажется, что это возможно. То есть я, допустим, иду на какое-нибудь собеседование и говорю, вот если я устроюсь на эту работу, то я сделаю то-то и то-то. Мне не кажется это невероятным, мне не кажется это какой-то причудливой фантазии. Это не то, что если бы я, например, говорил, вот если бы прилетели инопланетяне, я бы сделал то-то и то-то. Или если бы я выиграл лотерею. Здесь мы говорим о чем-то, что вполне может произойти, по крайней мере, по нашему мнению. Второй тип условий. If I won a lottery, если бы я выиграл лотерею, имеется в виду, выиграл бы сейчас или в будущем, речь не идет о прошлом. Здесь я говорю о чем-то гипотетическом. Скорее всего, маловероятном или вообще невозможном. То есть я могу фантазировать на какую-то тему. Вот если бы произошло то-то, ну и скорее всего продолжение будет, то произошло бы то-то. То есть если я говорю, что насчет трудоустройства, там, если я устроюсь на работу, я сделаю то-то, я говорю об этом как о чем-то, что может произойти. Но если я говорю о чем-то маловероятном, по крайней мере, на мой взгляд, вот субъективно маловероятном, используется здесь уже вот именно такая форма, такой вид условия. If I met aliens, если бы я встретил инопланетян, ну это что-то не то, что маловероятное, это что-то невозможное. Но здесь именно гипотетический сценарий, здесь мы именно фантазируем. И условия третьего типа, if I had bought bitcoins in 2009, если бы я купил биткоины в 2009 году. Здесь мы говорим о чем-то, что могло бы произойти, но это не произошло. И это уже не произойдет. То есть мы не то, чтобы фантазируем о чем-то, что вот если бы что-то случилось в будущем, я бы сделал то-то. Мы фантазируем о чем-то, чего мы исправить уже, ну в принципе не можем, потому что это прошедшее. Этого уже не исправить, прошлое уже не вернешь. И в условии третьего типа мы используем глагол в форме past perfect. If I had bought bitcoins in 2009. Итак, мы разобрали типы следствий, разобрали типы условий. Давайте теперь поставим их рядышком, вот так вот две колоночки. И прикинем, сколько вообще может быть типов комбинаций условия плюс следствия. Потому что по сути, типы условных предложений это комбинации условия плюс следствия. Сколько таких типов возможно? Ну чисто математически, если их соединять, невзирая на смысл и здравый смысл и на то, что из этого получится, то таких комбинаций будет довольно много. Однако на практике большая часть таких комбинаций не используется вообще, потому что там просто смысл никакой не получится, если некоторые части состыковать между собой. Какие-то комбинации используются довольно редко и выделяют четыре основных типа комбинаций. Это и есть четыре типа условных предложений. И как вы уже, наверное, догадались, они получаются, когда мы нулевое условие сочетаем с нулевым следствием. Условие первого типа со следствием первого типа, условие второго типа со следствием второго типа, условие третьего типа со следствием третьего типа. Давайте теперь разберем нулевой тип условных предложений. Мы берем нулевой тип условия, сочетаем его с нулевым типом следствия. If I sleep enough, I feel well. Если я достаточно сплю, я чувствую себя хорошо. Обе части у нас present simple. Значение здесь такое. Если происходит A, то происходит B. То есть мы, по сути, говорим о какой-то закономерности. Мы даже можем если заменить на когда. When I sleep enough, I feel well. Когда я достаточно сплю, я чувствую себя хорошо. Это был нулевой тип условных предложений. Давайте теперь соединим условия первого типа и следствие первого типа. Получим первый тип условных предложений. If I get that job, I will be rich. Если я получу эту работу, я буду богат. Напомню, что несмотря на то, что условие у нас выражено в present simple, там подразумевается все-таки будущее, если я получу эту работу. Ну а следствие у нас и так выражено в future simple. Поэтому там тоже подразумевается будущее. То есть здесь речь идет вот о чем. Если произойдет A, то произойдет B. Если я устроюсь на эту работу, я стану богат. Часто ошибка здесь вот какая. Мы привыкли, что в русском языке в подобных предложениях обе части стоят в будущем времени. Однако в английском языке только одна, только следствие стоит в будущем времени. Тем не менее, по привычке вы можете сказать If I will get that job, I will be rich. Если я устроюсь на эту работу, я стану богат. Но в английском так условные предложения не работают. В английском условную часть будущее время не ставят. Там present simple, это и есть вместо будущего времени. If I get that job, I will be rich. Вот этот вариант правильный. Разберем теперь условное предложение второго типа. Соединяем соответствующие условия и следствия. И вот что у нас получается. If I won a lottery, I would buy a house. Если бы я выиграл лотерею, я бы купил дом. Имеется в виду, я вот фантазирую, я рассуждаю о чем-то таком маловероятном. Если с трудоустройством еще более-менее вероятно, я в этом как бы почти уверен, то насчет лотереи, конечно, шансы очень невелики. По крайней мере, вот мне так кажется, чисто субъективно. И я говорю, ну вот если бы я выиграл лотерею, я бы купил себе дом. То есть здесь у нас какие-то фантазии, какой-то гипотетический сценарий, чего-то, что может произойти сейчас или в будущем. Заметьте, сейчас или в будущем. Мы не говорим о прошедшем, а о прошедшем, которого не вернешь и не исправишь. Мы говорим о том, что может быть могло бы произойти сейчас или в будущем. Либо мы просто фантазируем. Если бы прилетели инопланетяне, я бы с ними сфотографировался. If aliens arrived, I would take a picture with them. Если бы прилетели инопланетяне, я бы с ними сфотографировался. Условия мы здесь выражаем с помощью past simple, а следствие мы выражаем с помощью конструкции would плюс глагол в начальной форме. Ну и условные предложения третьего типа. Соединяем соответствующие условия и следствия, и у нас получается такое предложение. If I had bought bitcoins in 2009, I would have become rich. Если бы я купил биткоин в 2009 году, я бы стал богат. Условия мы выражаем с помощью past perfect, следствие мы выражаем с помощью конструкции would have плюс глагол в третьей форме. Смысл здесь такой. Если бы что-то произошло в прошлом, но это не произошло, и это уже не произойдет, то было бы то-то и то-то тоже в прошлом, но этого уже не будет, потому что первое-то не произошло и уже не произойдет. То есть мы говорим как бы о какой-то упущенной возможности, о чем-то, что могло бы произойти, но этого не произошло и уже никогда не произойдет. Итак, мы разобрали, какие бывают условия, какие бывают следствия и какие из них складываются условные предложения, которые, по сути, конструктор из условий и следствий. Теперь давайте разберем каждый из типов условных предложений чуть-чуть подробнее. Я дам чуть-чуть побольше примеров и расскажу про кое-какие нюансы. Итак, нулевой тип условных предложений. Если происходит A, происходит B. Мы говорим о какой-то закономерности. Это настолько закономерно, что вместо если можно поставить когда. Когда происходит A, происходит B. Я думаю, что этот тип предложений назвали нулевым, а не, скажем, четвертым или первым, потому что он, по сути, как бы и не условное предложение. Его с натяжкой можно отнести к условным предложениям. Он ближе к предложениям с предаточным временем, с союзом when. When A happens, B happens. If A happens, B happens. Строится этот тип условных предложений тоже очень просто. Обе части у нас выражаются с помощью present simple. Приведу примеры таких предложений. If you win, you get the prize. Если ты выигрываешь, ты получаешь приз. Мы говорим о каких-то правилах игры, да? То есть здесь у нас закономерность. Можно сказать, when you win, you get the prize. Когда ты выиграешь, ты получаешь приз. То есть здесь if и when практически взаимозаменяемы. If you eat a lot, you want to sleep. Если ты много ешь, ты хочешь спать. If you eat a lot, you want to sleep. Можно также сказать, when you eat a lot. И по сути ничего не изменится. Тоже какая-то закономерность. Строится этот тип условных предложений с помощью времен present simple. Но иногда бывает такое, что одна часть или даже обе части, что бывает намного реже, строится с помощью present continuous. Такое тоже возможно. Главное, чтобы это было в настоящее время. Это может быть и present continuous. Приведу такой пример. If a cat is purring, the cat feels well. Если кошка мурлыкает, кошка чувствует себя хорошо. Здесь видите, условие у нас present continuous. If a cat is purring, the cat feels well. Важный нюанс. Вместо следствия мы можем поставить побудительное предложение. То есть предложение с глаголом в повелительном наклонении. Напомню, повелительное наклонение это вообще самый простой тип предложения, это побудительное. Оно может состоять всего из одного слова. Это go, иди, run, беги. Ну то есть глагол в повелительном наклонении, который, как известно, совпадает с начальной формой. Там никаких окончаний, ничего не надо, никаких форм лица и числа. Единственная может быть отрицательная форма. Don't go, не иди. Don't run, не беги. Но, разумеется, на практике чаще вот эти вот побудительные предложения, они немножечко подлиннее. Так вот, вместо следствия мы можете поставить побудительное предложение. Получится. Если происходит А, делай Б. If you have any questions, ask me. Если у тебя есть какие-то вопросы, задавай их мне, спрашивай меня. If you have any questions, ask me. Например, я устроился на работу, мне начальник ходит, всё показывает, объясняет и в конце говорит, если возникают вопросы, обращайся ко мне. То есть по вот этой вот схеме логическая это опять-таки закономерность. Есть вопросы, обращайся к начальнику. Разберём теперь условные предложения первого типа. Напомню, там смысл такой. Если произойдёт А, то произойдёт Б. То есть речь идёт о будущем. Но при этом условия у нас выражаются в настоящем времени. Как правило, с помощью present simple. А следствие в будущем времени обычно с помощью future simple. If I have bad dreams again, I will see a doctor. Если у меня будут опять плохие сны, я схожу к врачу. If I have bad dreams again, I will see a doctor. Частая ошибка это говорить, например, if I will have bad dreams again. То есть добавлять, ставить условную часть, future simple. Потому что, ну мы привыкли, что в русском языке мы обе части ставим в будущее время. Так вот, if I will have bad dreams again, I will see a doctor. Это неправильный вариант. Правильный вариант будет, if I have bad dreams again, I will see a doctor. Я понимаю, что вот эту привычку из русского языка трудно побороть, но с практикой получается. Напомню, что в условных предложениях первого типа мы говорим о чем-то, что может вполне произойти. То есть мы не говорим о чем-то там фантастическом, маловероятном, невероятном. Мы не говорим о выигрыше в лотерею, о прибытии инопланетян. Мы говорим о чем-нибудь, допустим, если пойдешь в магазин, то возьми там газировки, вот что-нибудь вроде этого. Если ты будешь участвовать в этих соревнованиях, если ты выиграешь в них, то ты выиграешь приз. Допустим, друг участвует в каких-то соревнованиях, и я знаю, что у него большие шансы там выиграть. Он не первый раз там играет. Я говорю, но если ты выиграешь, то ты получишь приз. If you win, you will get the prize. Если ты выиграешь, ты получишь приз. If you win, you will get the prize. Замечу еще такой момент. В условных предложениях можно отчасти менять местами. То есть нет такого правила, что сначала условие, потом следствие. Можно сначала поставить следствие, потом условие. You will get the prize if you win. Ты получишь приз, если выиграешь. If you win, you will get the prize. Если выиграешь, ты получишь приз. Ну, как и в русском языке. В условных предложениях первого типа тоже можно вместо следствия поставить какое-нибудь предложение побудительное, то есть с глаголом в повелительном наклонении. У нас получится такой смысл. Если произойдет А, делай Б. If you go to the grocery store, buy me some ice cream. Если ты пойдешь в магазин, купи мне мороженого. Напомню, мы говорим о каком-то реальном условии в первом типе условных предложений, а если ты пойдешь в магазин, это вполне себе реальное условие. If you watch the show tonight, don't post any spoilers on your Instagram again. Если ты сегодня посмотришь сериал, ну, подразумевается какой-то конкретный сериал, не выкладывай никакие спойлеры у себя в Инстаграме снова, как в прошлый раз. Здесь у нас отрицательная форма вот этого вот побудительного предложения. Don't post any spoilers. Второй тип условных предложений – это «Если бы произошло А, то произошло бы Б, имеется в виду сейчас или в будущем». То есть мы фантазируем о какой-то гипотетической, маловероятной, либо невозможной ситуации. Если бы мне повысили зарплату, маловероятная ситуация гипотетическая, ну или может она вероятная на самом деле, просто я в это не особо верю. Если бы я выиграл в лотерею, ну это объективно маловероятная ситуация, ну и субъективно тоже. Если бы я встретил инопланетян, то произошло бы то-то, то-то. Это все маловероятные или невозможные ситуации. Условия у нас выражаются с помощью past simple, а следствие с помощью конструкции would плюс глагол в начальной форме. Прейду к примеру. Если бы я выиграл в лотерею, я бы купил дом. Но здесь мы говорим о чем-то таком гипотетическом. Если бы у меня было больше времени, я бы проводил его со своей семьей. Здесь мы говорим о чем-то маловероятном с точки зрения того, кто это говорит. То есть вот эта вот вероятность, невероятность, маловероятность, это штука субъективная все-таки. Если бы я говорил с британским акцентом, я бы никогда не закрывал рот, я бы никогда не затыкался. Во втором типе условных предложений мы вследствие не можем воткнуть побудительное предложение. Не то, чтобы там есть какое-то правило, что во втором типе условных предложений побудительное не ставим. Нет, мы просто вот с точки зрения здравого смысла, оно туда не пристыковывается, не получается какого-то предложения. То же касается и третьего типа условных предложений. Переходим к третьему типу условных предложений. Напомню, там смысл такой. Если бы произошло A, имеется в виду в прошлом произошло, то произошло бы B, имеется в виду тоже в прошлом произошло. Также имеется в виду, что A не произошло, а B уже не произойдет, потому что A не произошло. То есть мы говорим о чем-то, что могло бы произойти, но этого не случилось. В условии мы используем форму past perfect, а вследствие мы используем конструкцию would have плюс глагол в третьей форме. Приведу примеры. If you had won, you would have gotten the prize. Если бы ты выиграл, ты бы получил приз. If you had won, you would have gotten the prize. То есть мой друг участвовал в каких-то соревнованиях, и он проиграл. И я ему говорю, а вот если бы ты выиграл, ты бы уже не выиграешь, ты уже не вернешься в прошлое и не выиграешь. Но вот если бы ты выиграл, ты бы получил приз. Но ты приз уже не получишь, потому что ты уже не выиграешь. Вернее, не исправишь того, что произошло в прошлом. If I had bought bitcoins in 2009, I would have become rich. Если бы я купил биткоины в 2009 году, я стал бы богат. Но я не купил биткоины в 2009 году. Я богат не стал. И этого уже не вернешь и не исправишь. Кстати, вот эти вот предложения условные третьего типа, они не обязательно такие мрачные, грустные, фаталистические. Они могут и какой-то позитивный смысл нести. Потому что если бы я не сделал чего-то в прошедшем, произошло бы что-нибудь печальное. If I hadn't smelled the smoke, my house would have burned. Если бы я не почувствовал запах дыма, мой дом бы сгорел. Имеется в виду, что я почувствовал запах дыма, и поэтому мой дом не сгорел. Итак, мы разобрали с вами четыре типа условных предложений. Кстати, замечу, что это не абсолютно все существующие типы. Есть еще так называемые смешанные типы условных предложений, Mixed Conditionals, но мы о них поговорим как-нибудь в другой раз, потому что сейчас разговор не об этом. Теперь давайте, чтобы еще раз пройтись по этой теме, закрепить, мы быстренько сделаем вот что. Возьмем одно предложение и сделаем сначала так, чтобы оно было у нас нулевого типа, а затем первого, затем второго и третьего. Мы сравним, как будет меняться значение этого предложения при каждом типе условного предложения, и как будет меняться его форма. Нулевой тип условного предложения. If you win, you get the prize. Если ты выигрываешь, ты получаешь приз. Если происходит А, происходит Б. Мы говорим о какой-то закономерности. Мы можем даже if заменить на when, то есть если заменить на когда, и смысл от этого почти не изменится. When you win, you get the prize. Когда ты выигрываешь, ты получаешь приз. Обе части выражены в настоящем времени в Present Simple. Первый тип условного предложения. If you win, you will get the prize. Если ты выиграешь, имеется в виду в будущем, ты получишь приз, тоже имеется в виду в будущем. Здесь у нас обе части относятся к будущему. Мы здесь говорим о чем-то, что скорее всего произойдет, о чем-то, в чем мы почти не сомневаемся. Это так называемое реальное условие. То есть, вдруг мой, например, участвует в каких-то соревнованиях, и я думаю, что скорее всего он выиграет. Я не то чтобы говорю, вот если бы ты там выиграл, я говорю, ну если ты выиграешь, то ты еще и приз получишь. Ну, просто напоминаю. Условие у нас выражено в Present Simple, а следствие выражено в Future Simple. Напоминаю, у нас, несмотря на то, что условие относятся к будущему, оно выражается в английском языке все-таки с помощью настоящего времени. Второй тип условного предложения. If you won, you would get the prize. Если бы ты выиграл, имеется в виду сейчас или в будущем, ты бы получил приз. Если бы произошло А, произошло бы Б. А здесь мы говорим о чем-то, что скорее всего не произойдет. Фантазируем, рассматриваем какой-то гипотетический сценарий. Допустим, проходит соревнование по бильярду, мой друг говорит, интересно, вот если бы я там выиграл, я бы получил какой-нибудь приз, но разумеется, я там играть не буду, и разумеется, я там не выиграю, потому что я не знаю, как вообще, даже правил не знаю, никогда в такие игры не играл. И я говорю, ну там есть призовой фонд, и если бы ты выиграл, что, конечно же, вряд ли, потому что ты играть-то не собираешься, тогда бы ты получил приз. Условие у нас выражено с помощью прошедшего времени, past simple, а следствие выражено с помощью конструкции would плюс глагол в начальной форме. Третий тип условных предложений. If you had won, you would have gotten the prize. Если бы ты выиграл, ты бы получил приз. Здесь мы говорим о чем-то, что уже нельзя изменить, потому что это уже произошло. Допустим, мой друг уже проиграл в каких-то соревнованиях, и я ему говорю, а вот если бы ты выиграл, ты бы приз получил. If you had won, you would have gotten the prize. Но ты уже не выиграешь, потому что ты уже проиграл. Условие у нас выражается с помощью past perfect. If you had won. Следствие мы выражаем с помощью конструкции would have плюс глагол в третьей форме. Would have gotten the prize. На этом все. Я надеюсь, это видео помогло вам разобраться в этой далеко не самой простой теме по грамматике, условные предложения. Если оно вам помогло, понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и до встречи в следующий раз.